он будет и состоять из многих частей прежде всего сейчас я минутку поставлю вам презентацию одну минутку он будет состоять из двух частей первая часть это будет рассказ моей истории много лидеров просила рассказать более подробнее что произошло в моей жизни фишечки различные моменты вот потому что последний раз когда я рассказывал полную историю это было это было где-то два года назад поэтому первая часть истории это будет моя скажем так моя из моя история и вторая часть это будет награду это будет номинации прорыв года то есть то что произошло в нашей команде да поэтому это будет две части боюсь как бы это не было на два часа или двухчасовую серию сериала который вы могли бы посмотреть по телевизору я благодарю вас что вы присутствуете на нашем онлайн про семинарии как на сериале да и у нас сегодня будет запуск года и тогда рассказал про мою историю вот начинается она начну с того что мой папа был военный поэтому практически всю мою сознательную жизнь мы путешествовали меняли я сменила 17 школ поэтому я всегда была новичком было каким-то там изгоем потому что каждый раз новый класс новые впечатления девочки ревностно относились тем что мальчики всегда внимание ко мне обращали да и вообще как бы сложно было начинать поэтому как называется как закаляла сталь я она стала самостоятельной приходилось несколько лет жить без родителей у бабушки потому что когда мы жили скажем так сначала в грузии начали землетрясение потом в армении началась война я там не жила родители папа служил там меня отправили к бабушке то есть вот так вот все произошло последний наш то есть мы жили в вольске в грузии в кутаисе в армении в ереване в питере три года где же еще в монголии в эстонии вот в общем вот как бы так и последний город это был краснодар где поступила в колледж электронного прибора строения информатики чтобы стать финансистом но меня всегда тянуло что-то больше всего самые любимые предметы были это программирование связано все что что что-то с интернетом мне всегда всего было мало да и я начала себя искать в других областях так в семнадцать лет я стала моделью мне было это интересно я моя первая специальность трудовой книжки это актер демонстратор я работала на очень крупные фабрики 2000 рабочих мест так я поняла что некрасивых женщин не бывает и нужно всегда стараться одеваться не так как все и параллельно еще работал на двух участь на втором курсе колледже я еще работала но совмещал на трех работах то есть моделью и 2 ну там скажем две-три это рекламное агентство полиграфия и радиостанция то есть вот все 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 изучала вот мне было очень сложно я в принципе я понимала что проще всего мне выступать ходить по подиуму но молчать потому что а для меня было сложно и я вот преодолевала первые такие свои скажем так комплексы разговаривать с чужим человеком но скажем все вместе я искала себя я не понимала что лучше подойдет ко мне моей специальности потому что я понимала что еще буквально годик и мне нужно работать в основной специальности бухгалтером вот но тут скажем так я влюбилась и очень сильная и в принципе это предопределило мою судьбу потому что в 17 лет давай да вот получается в 19 лет я вышла замуж вот мой бросила всю свою карьеру модели где-то где работала потом я еще все-таки когда закончила вуз я устроилась бухгалтером работать вот и переехала с мужем в маленький поселок сибирский алтайского края конечно же начали сложности потому что когда я работала у меня было денег очень много я тратила все спускал на косметику на вещи какие-то там развлекаловка полная была когда переехала для меня было шоком то что сразу с такого скажем крупного города модного в хорошие квартиры мы переехали в общежитие которое киши 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 тараканами и мышами и мы каждый день практически ловили по мышке то есть я не знаю такое ощущение что все мыши общаги к нам приходили особенности страшно было когда мой супруг был в смене и мне приходилось всегда бегать за соседями чтобы эту тварь вытащили из мышеловки вот в общем это было так дальше у меня были ком скажем неудобства у что денег катастрофически не хватало был кризис я все начала я привыкла всегда будете как все я начала шить развлекаться так вы можете видеть кожные штаны и юбка мужа штаны все ртук френч жакет все это шила сама в принципе большую часть своих вещей я всегда шила сама научилась шить мне это очень нравилось опять же таки там говорили что с работы будет сложно но буквально месяц прожив в городке у стола с на первую попавшуюся где-то продавцом продавец мебели я начала общаться с людьми так я нашла связи и в принципе устроилась бухгалтером и как бы всю свою сознательную жизнь скажем работала бухгалтером конечно же когда я переехала из краснодара у меня были мои друзья которые коллеги которые продолжили работать по такому скажем так модельно скажем киношному то есть вот такому шоу-бизнесу вот они выбрали другой другую судьбу и одни из моих ну скажем таких ярких друзей которые вы можете знать это светло савчерков он ну вы вы можете видеть в различных сериалах и также евгению которая постоянно евгения черкова да не муж и жена то есть женя женя была моей напарницей когда мы работали в моем модельном бизнесе слава слава был моим напарником то есть либо мы со славой ходили в паре либо же не ходили в паре вот сейчас же него даже сегодня буквально на днях смотрел очередной какой-то сериал и и жени видел в одну из главных ролей она была также работала новости вела да то есть очень интересно когда люди да вот как меняется то есть в принципе как бы я тоже но я не где не стал выбирать москву то есть я немножко пошла в другой да то есть я знала бы может быть направлении вот мы втроем везде общались тусовались как бы вот они потом женились вот у них общая дочка есть кстати вот женя в первый такой крупный сериал был не родись красивый она играла вот потом судьба их развела и жени вышла замуж за их друга в общего да вот продюсера сериал не крадис красиво в общем там свое вне ну вот в общем это это мои друзья были знакомства с арифлэйм как это происходило когда я стала работать бухгалтером прошло время и ну скажем так из меня начала заканчиваться косметика и когда когда проходили кидали кто-то каталог арифлэйм я говорю ой фу это не мое это фигня и так далее на самом деле когда вам так отвечают это не означает что это фигня просто напросто у людей может быть нет денег и они так быстро хотят отмазаться от вас и как-то раз под новый год под новый год под вот такую вот прекрасную елочку с январе с 2002 на 2003 года ко мне пришла моя подруга и сказал что она подписалась в эрифлэйм вот я подошла к своим коллегам и сказала ребята регистрация стоит 149 рублей давайте с вами скинемся по 10 рублей и будем брать эту косметику по себестоимости вот так вот я набрала первые первых внештатных своих консультантов скажем так соорганизовала совместные закупки и год в течение года ездила в другой город потому что это было далеко надо было час ехать на электричке туда разместить заказ отвезти деньги потом следующий раз заехать за ним забрать заказ мы не размещали тогда по телефону надо было по полной предоплате оплачивать заказы не всегда отпускали на с работы ну в общем такие вот трудности первые были вот до час где-то полтора даже было скажем я очень любила свой коллектив свою профессию свою работу но к сожалению там было очень много времени и у меня у меня била харизма я просто немножко другой человек я яркий человек мне нужно все вот вот ну что-то другое да я понимала что это просто скучно банально тем более то что эту работу которую надо делать бухгалтером я делала буквально за два-три дня вот там я научилась различным вот вот будет час вот вышивать например картины да я не могла же шеи да я вышивала картины вот например да еще что-то делал рисовала читала книги то есть вот это вот было конечно же очень очень скучно а с куча была времени вот и как я познакомилась со своим вышестоящими лидерами так как мой спонсор марина она зарегистрировала меня но она ни разу не разместила заказа в принципе и все и бросила номер у нее упал потом я где-то слышала что у нас есть в городке вышестоящие лидеры которые выше на 9 процентов это был что-то начальник фсб или зам начальника фсб что-то вот вот с этом связано очень крутые люди по меркам дивизии вот и они бы были на 9 процентов я слышал что они даже купили стиральную машину на эти деньги там скопили вот я считала что это это что-то нереально и они подавляли развитие в сибирском арифлейм потому что они считали что это будет большая конкуренция 9 процентов это достаточно на 12 тысяч населения в городке вот и как познакомился со своими лидерами вы видите на нижней фотографии валентина константиновна евгения расторопова они позвонили мне и они позвонили говорят что вы знаете вот у нас так-то завод мы приехали из новосибирска это где-то около три-четыре часа от нас и мы а приехали вот ногу этим лидером я забыла их фамилия да вот и они должны пригласить были своих консультантов но они никого не пригласили не могли бы к нам подойти сегодня ну в там в течение часика мы бы с вами познакомились пообщались я конечно же прибежала так мы познакомились была сразу предложена идея открыть пункт выдачи ну как бы не сразу они мне рассказали что есть сетевой маркетинг есть кружочки что там бизнес все растет да это были директора они не они были в звании золотого директора и и жени валентина константиновна они работали мама с дочкой работали на разных номерах вот когда они мне рассказали конечно же конечно же я все это захотела но куда приглашать людей вот есть у нас новички кто приглашает своих знакомых приглашать все рассказывать воодушевленно но никто за ним не идет есть такие люди вот знакомых приглашаете всем рассказывать их круто здорово перспектива но никто за вами не идет так вот за мной тоже никто не пошел Кое-как, где-то как, ближе к концу года, это уже второй год был, я вышла на 6% и открыла офис под Новый год, вроде там как бы продажи, встречала, сложно было, потому что заказы не пускали в военный городок, и мне приходилось зимой на санках, на шпильках, а тогда я не знала, что могут быть сапоги не на шпильках, не на высоком каблуке. То есть, вот я всегда такая красивая, гламурная, всегда вот ходила, и ночью, по ночам встречала, интернет работал где-то в районе с 2 часов до 5, почему, потому что, ну вот как бы это только зарождался интернет, заказы было сложно проводить, не знаю, наверное, я была какая-то сумасшедшая, было столько трудностей, но я почему-то делала, потому что мне, в принципе, я говорю, что мне было скучно, скучно на той работе, вышивать крестиком, меня на эта работа достала, ну как-то это все банально, неинтересно. Конечно же, у меня был потрясающий коллектив, и это была семья, которая мне замещала, скажем там, то тепло, родители, которые были от меня далеко, в Краснодаре, за там, не знаю, сколько тысяч километров. Но я росла быстро по карьерной лестнице и переросла, все прошла там, у нас как, господи, как они называются-то, господи, все разряды, разряды, наряды все прошла, вот. И настала очереда пойти еще выше, призваться стать военным финансистом, вы видите, я пью условно, да, это вазу, которую мне подарил коллектив, все. Пошло повышение, естественно, мне было неинтересно развитие Арифлейм как карьера, потому что я понимала, что моя основная специальность это бухгалтер. Ну, я очень сильно ошибалась, почему, потому что, когда я пошла на повышение, я пошла в финансовую службу дивизии, там был коллектив абсолютно полная противоположность, воршливые какие-то, ну, не знаю, такой вот, знаете, завистливые бабки, ну, не знаю, женщины вроде как молодые, да, вели себя как вот, ну, не знаю, мне было очень тяжело. Ну, нет, там, конечно же, были хорошие, да, как бы люди, но меня этот коллектив угнетал, и я понимала, что это не то, чего я хотела. То есть, вроде бы, вот, она мечта осуществилась, вот, я получу замначальника финансовой службы полка должность, все, но это не то, ничего. И мне как-то в ночь приснился такой удивительный сон, что у нас тогда, на тот момент, очень долго с мужем не было детей, порядка пяти лет, как мы только там, что мы только не делали, ну, вот не получалось. И мне снится монахиня, какой-то дом, и я с ней общаюсь и говорю, вот, детки, уже пора, уже все, в принципе, все, что я сделала, вот, хотела в жизни, я уже сделала, но мне неинтересно, все скучно, мне ребенок, мне детишки нужны. И она такая, Арифлейм. И начинает рассказывать про Арифлейм, а я была там, ну, менеджером 9-12%. Я говорю, да ну его этот Арифлейм нужен, он мне, детишек хочу. Она такая, нет, ну вот Арифлейм, и опять что-то про Арифлейм рассказывать. Я говорю, да нет, и вот мы с ней общаемся, общаемся, она потом берет меня за руки, молча подводит к какой-то маленькой комнатке, метр на два метра, открывает ее, и там иконостас. И там все, 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 все в иконах. И она говорит, молись. А я такая, а-а-а, я ж только кроме Отчина ж ничего не знаю. И начала молиться. И оттуда пошла такая сильная энергетика, и она мне ударила прямо в живот, и вышла вот из копчика, вот так вот прошло, и от этого все, а-а-а, вот проснулась. Что ж я заметила, у меня по всему животу, и вниз вот как шел луч, все пошло в родимых пятнах. Я думаю, боже мой, что же это значит, ну раз так произошло, и что-то там с Арифлейм, вот, наверное, надо все-таки обратить на это внимание, что-то такое, что мне вот свыше говорит, да. Так я начала вникать, все, и наконец-таки поехала на первое мое мероприятие. У вас было такое, что вас куда-то звали, звали, а вы все, да ну там, куда-то ехать надо в какой-то город, там. Вот я так же отказывалась, то есть я в принципе, ну как, я не воспринимала серьезно, ну да, нравилось, что-то делала. Так я попала, а, я была на 9% тогда. Вот, но это же как бы еще не все, раз, чтобы я не забыла, как раз-таки почему еще была предыстория, и только потом с годами я это поняла, опять же-таки про сны, сновидения. Когда я была маленькой, у меня первый мае день рождения, и мой день рождения попал в Пасху, и мне снялся сон. Такой, знаете, и самая яркая, красивая весна, зелень, все вот салатовое, 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 вот, и вот мой любимый цвет всегда был. Леночка, потом расскажу. Вот, и вот такая насыщенная, и я вижу вот эту вот весна, и вижу гору, большая гора, и с нее спускается Иисус. И меня зовет на гору. Я, конечно же, поднимаюсь, все, на гору смотрю, и он мне дает хлеб. Ароматный такой, вот прям печеный, вот прям горячий хлеб. Со словами. Тебе в этой жизни хлеб будет даваться очень легко. Посмотри вниз. Я вот так вот опускаю глаза, и смотрю, там люди, 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 люди. И я понимаю, что он говорит, а, сделай так, чтобы этот хлеб был у них. И все, я проснулась. Тогда мне 10 лет было, представляете? И я не понимала, что же у меня такой судьбой предназначена, что я должна хлеб давать другим. Но это не все. Было продолжение сна. То, что в это время мама была с папой в Ереване. И показывали по телевизору передачи такие, которые там связаны тоже с Рождеством. Ой, ой. Ну, вот всякие божественные. И надо было нарисовать рисунок и отправить, и победитель получит Библию. Так вот, на своем сне я этот сон нарисовала, отправила свой рисунок, и я победила. Я победила, мне прислали Библию. И когда рассказывали на передаче, говорили, вот вы знаете, там вот победитель, все. И как-то так вот, что в Ереване один раз в день, и то на два, в воскресенье, в воскресенье на два часа давали свет. И телевидение, то есть показывали. И там вот какая передача на Первом канале была, мама смотрела. И говорит, я смотрю, ой, какая талантливая девочка, там победила. Ну, порадовалась, долго смотрю, какие там книгу, там Библию выиграла. Вот, ну, в общем, когда она приехала в Ольск, и когда она увидела, что это была ее дочка. Ну, вот, опять же таки, вот так меня вела судьба Карифлейм. Я даже как бы не знала, но вот эти вот знаки судьбы, они не случайно, да, встречаются там на Новый год где-то как-то. Поэтому смотрите, что будет ваше. Я знаю, что это моя судьба, это предначертано то, что изменять жизни людей, да. Я не всем рассказываю эту историю, но скоро я ее, наверное, всем, ну, я имею в виду вот так вот, скажем так, рассказ, потому что она очень личная, и об этом знают только мои самые-самые близкие. Ну, теперь самые близкие это вы. Это, говорю, как и зарождался наш проект. Вот. Дальше был декабрь 2005 года, я еще работала военным финансистом, я уже была менеджером 18%, ближе к этому, да. Но чуть-чуть предыстория там, что есть люди, у которых мужья запрещают работать в Арифлее. Говорят, это фигня, это секта, там еще какие-то там лохотрон, бред какой-то, зачем ты тратишь свое время, ну, что-то в этом роде. Или близкие, родственники, говоря там, зачем. Вот, скажем так, очень долго мне муж запрещал этим заниматься. Доходило до того, что он выкидывал каталоги в форточку, был-то случай. Мы ругались, я спала на кухне, вплоть до бывали случаи до развода. То есть, так сильно он не любил эту, ну, потому что я, мало того, что на работе, прихожу еще Арифлейм, еще какие-то люди приходят, да. И тогда мы договорились с ним, что надо было что-то искать. Он понимал, что это мое хобби, но меня не переделать. И тогда мы пришли к тому, ну, скажем так, к консенсусу, да, что когда он приходит домой, мы не говорим про Арифлейм. Когда он приходит, да, и все деньги, которые я, типа, якобы зарабатываю в эту мелочевку, ну, в принципе, какие-то копейки, да, на эти же деньги я себя и содержу. То есть, покупаю себе косметику, покупаю себе плачешки, ткани, то есть, я развлекаюсь. Вот, ну, вот, в общем, так мы и договорились. Это было, наверное, 2004 год, вот как бы так, и он от меня отстал. Ну, перед вот 2005 годом, где-то вот мы осенью пошли по магазинам, да, как бы он не вникал, сколько у меня есть денег, сколько я накопила. Я ему не особо сильно говорила, потому что, ну, меня как бы, я вот хотела вот доказать, да, что все-таки здесь есть деньги. И мы пошли по магазинам, и вот смотрим, гуляем, и он видит, ну, а, Вильдорадо. И мы видим, там, как раз тогда еще модно были, пошли первые плоские телевизоры, сабвуферы, вот это вот, с тем долгой сраундом, там, звук вокруг кинотеатра, домашние. Вот, и я такой, а давай купим? Он говорит, в смысле, как купим? У нас же, как бы, денег, ну, зачем тратить деньги лишние, у нас денег-то лишних нет. Я говорю, ну, пойдем купим. И тут же подхожу к кассе и говорю, мы это покупаем. Он на меня смотрит, в смысле как? А еще на тот момент это было около 20 тысяч, то есть это были очень хорошие, большие деньги на тот момент, 2005 год, 10 лет назад, представляете, да? Он говорит, а у тебя откуда деньги? Я говорю, ну, как, Арифлейм. Он говорит, а у тебя что, еще деньги есть? Я говорю, да, есть. Он говорит, сколько? Ну, я говорю, ну, где-то 1100, наверное, есть. Он такой, сколько? Ну, в общем, после этого муж начал меня поддерживать и понял, что в Арифлейме деньги есть. Я уже начала открыто заниматься Арифлеймом, ко мне начали приходить в дом друзья, и он все-все терпел. То есть самая большая помощь, как он считает, это я терплю. Я терплю вот то, что, да, это отнимательный. Поэтому, да, и следующий вот такой вот момент был, вы видите фотографию, когда у нас случился новогодний банкет-бал. И очень многие из вас были на таком новогоднем мероприятии компании Арифлейм. Кто был в первый раз на новогоднем мероприятии компании? Напишите, пожалуйста, я там. Тогда, именно тогда я поняла, что я хочу жить так. Вот эта красивая жизнь. Все были там в платьишках 18 века, такие шикарные, бальные платья. Приехал Йохан Розенберг. Я хочу все. Я в этот же день, ну, как бы это было где-то 28 декабря, я пришла на работу и написала заявление на увольнение. И в последний новогодний день все праздновали, ну, новогодний был корпоратив. Я говорю, а я увольняюсь, я проставляюсь. То есть вот там шампанское, все. Он говорит, в смысле, все подумали, что это новогодняя шутка. Ну, так больше я и не вышла на основную работу, хотя именно в январе меня ждало повышение, и я должна стать военным финансистом, начальником финансовой службы полка. Люди не понимали, они крутили пальцем у виска, не думали, что все-таки я что-то нашла, какую-то другую, лучшую работу бухгалтера. Вот такое было чудо. И я нисколечки не пожалела, потому что это именно то, что изменило мою жизнь к лучшему. Еще такое знаменательное событие 14 февраля. Я открыла звание директор, а я ушла на уровне 18%, когда я была. 14 февраля, день Святого Валентина. А закрыла звание директора. У меня не сразу все, конечно же, получалось. Я не понимала, что нужно делать, как нужно работать, потому что летом был высокий, низкий спад, товарооборот. Все, кто в военном городке жили, они уезжали по разным городам на лето. То есть я не понимала, как управлять структурой. Поэтому, если есть люди, лидеры, которые вышли, открыли звание директора, но потом бы каким-то не сразу там карьера пошла вверх, да? Ну что ж, это просто какое-то время тормошение. И мы строили ромашку, подписывали всех в первый уровень. И люди как приходили, так уходили. Приходили и уходили. И 13 мая, на день рождения моего братишки, опять-таки знаменательная дата, я закрыла квалификацию директора. Я поехала на банкет директоров. И там, в Москву я поехала не на один день, а на неделю. Почему? Потому что я понимала, что я ничего не знаю. Мне столько всему нужно было научиться. Я каждый день ходила на мероприятия. Вот там сзади вы видите доска, и там были мероприятия, какие проходили в сервисном центре Москвы. Дай мне познакомиться с Валентиной, ой, с Ниной Кулыгиной и Брониславом Храпкиным. Видите фотографии ее сына, который, в принципе, мне показал все расписания мероприятий, которые происходят. То есть я вот так вот попала на все мероприятия. Дальше в последний день нас собирал перед банкетом Илья Перфилев. И это наш настоящий топ-лидер. И тогда все мероприятие я заваливала его вопросами. Как работать с молодежью? Какая система работает так? Как вот это работать? Как здесь работать? Все говорят, да, 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 а как это делать? А как это делать? И рядом со мной сидит девушка в полосатой кофточке, вот наискосок. Она говорила, ой-ой-ой, как же тебе не повезло со спонсором, что он у тебя так далеко, в Новосибирске находится. Это оказался мой ваше стоящий лидер из Екатеринбурга. И она мне позвонила на следующий, как я только приехала на следующий день, и говорит, Ирина, а вот помнишь, мы с тобой сидели рядом? Так помнишь? Вот, в общем, ну, мне как-то неудобно, потому что Илья позвонил, и он сказал, что же на самом деле твой ваше стоящий лидер, но, а может быть, ты поедешь со мной спутником на Канарские острова? Ну, вот только единственное, что нужно, вот срочно сегодня же, нужно мне паспорт. Паспорт, загранпаспорт. И тут, и тут я вспоминаю, что мне приснился сон. Накануне, где-то месяц назад, мой муж был в смене, и он был настолько ярким, что какой-то я там на каком-то острове, потрясающем, экзотическом, и я так мечтала путешествовать, что я утром проснулась, сфотографировалась, отдала все документы и забыла. А и забыла, и я боялась даже, что, не дай Бог, чтобы мой муж узнал, что у меня есть загранпаспорт, потому что он меня никуда одну точно не отпустит. Ну, в общем, я прихожу домой, прибегаю, открываю дверь, и мой муж кричит, что это такое, придите, получите загранпаспорт. А до закрытия паспортного стола у нас буквально оставался час. Я прибегаю, забираю загранпаспорт, бегу, оформляю. Конечно же, мой муж меня никуда не пустил. Он говорил, что только через развод, какая-то поездка международная, там, непонятно, ты что. Я просто помню, я была в такой радости, у меня какое-то было счастье, что я подбежала искать, где же это находится Канара, открыла энциклопедию, где же эти Канары. Я помню, муж мне кричит, нет, все, что-то там кричит, кричит. А я смотрю, рассматриваю, потом захлапываю к нему и говорю, «А ты мне можешь позволить Канары на полном серьезе? Ты меня сможешь отвезти туда? Нет? Ну, выбирай сам, какое решение примешь ты». И все. А потом как-то разошлись, я то ли спала в этот день на кухне, я не помню, ну, в общем, как-то все затихло. Ну, в общем, так я попал на Канары. Вот так все происходит. Поэтому, если вы чего-то очень сильно хотите, просто идите к своей мечте, к своей цели. Кто в моей судьбе играл большую роль? Это Наталья Гришаева, руководитель нашего филиала. Это потрясающий человек, который в любой день, неделе, хоть в два, хоть в три ночи ей напиши, она поможет, ответит. И именно этот такой человек, именно такой лидер, сплотил всю команду новосибирского филиала, и оттуда растут топ-лидеры. Это тот лидер, который себя отдает всем без остатка. То есть она 24 часа в сутки готова помогать. И она для меня была всегда примером, таким лидером, который должен быть. У нас были потрясающие мероприятия, сплав на... Ну вот вообще классные были в компании Арифлейм. Вот это о том, что говорят в Арифлейме мужчин нет. Это мужья наших лидеров, это были такие вот фотографии интересные. Да, так я вот попала на Канары. Конечно, роскошь пятизвездочных отелей. Все это было настолько восхитительно. Я впервые познакомилась с основателями компаний. Арифлейм и подписала книгу. Ну, это было что-то нечто. У нас были... В Сибирском мы, конечно же, сделали самые лучшие показатели. Филиала по количеству консультантов. То есть было потрясающе, скажем таки, вот лучшие-лучшие. Мы развивались. Но я понимала, что если я не буду ездить куда-то на мероприятия, на какие-то там, которые проводит компания, я не буду расти. Да, вы видите фотографии. Да, Фотомила Полежаева. Да, тогда я начала работать... Ну, как-то поняла, что почему бы там и не работать в интернете. А как получилось так? Тоже как бы я проводила заказы через интернет. И мне приснился сон, очередной сон. Опять же таки, у меня очень много вещих снов снится. И бабушка моя, Царство Ейнебесное, говорит, что Ира, пришло письмо. Пришло письмо, но оно от таких дальних родственников. Ирочка, ты даже не представляешь, наконец-таки твои дальние родственницы нашлись. И поддерживай с ними связь, потому что это изменит твою жизнь. Ну, ладно. Ты как-то и не подумала, проснулась, полезла в интернет. И что там, как бы, начала своего брата, Сокур Алексея, искать. Начала паськи искать Сокура Алексея. Искала, искала, искала. И нашла Алексея Сокур. Начали общаться, как твои две... Там двое деток, все нормально, как то-се. Конечно же, потом я понимаю, что это не тот Сокур Алексей, однофамилец. На следующий день я познакомилась с его женой, Сокур Еленой. И так я начала работать в интернете, скажем так. Да, когда мы потом думали, что, скорее всего, наши родственники, дальние родственники пересекаются откуда-то там из Украины. Ну, короче, как дальняя вода на киселе. Ну, однофамильц, вот так вот я нашла людей. И мы переписывались, общались больше года. Ну, и вот ребята, работая с одним человеком онлайн, сопровождая по переписке, так ребята вышли директора. Конечно же, они работали самостоятельно. Они искали варианты, пути, как решать. Потому что это полностью самостоятельно. Они работать стали оффлайн, вживую. Их любимый метод – подари подарок другу. И вот буквально они были еще... Вот Лена была на 12%. Мы решили с ней познакомиться и поехали на школу актива. Да, это однофамильцы, это вот так вот я нашла однофамильцы. Вот опять же таки, так вот, как говорила бабушка дальнего родственника. Или это изменит твою жизнь. Вот. Там я познакомилась с Маргаритой Полежаевой. И это тоже человек, который мою жизнь очень сильно изменил. Марина, выйди, пожалуйста. Вы даже не представляете, какой это душевный, легкий, позитивный человечек. Мы с ней очень часто переписываться стали. Сначала до этого, до мероприятия. Ну, как она меня пригласила на школу актива, потом после. Она... Ну, много. Я не буду рассказывать, у нас времени не хватит. Вот. Тогда, как раз таки, тогда вышла первая моя история в книге «Не детских советов. МЛМ вам не игрушки». Ну, и как бы я познакомилась с топ-лидерами. Было, конечно, очень крутое мероприятие. Дальше с Нилой Кулыгиной и Брониславом Храпкиным они организовывали международные конференции «Я поехала в Китай», потому что мне было важно и обучение, и в то же время развитие лидерства. То есть, и как бы для меня вот было именно... Поездки были очень важными. Дальше это был Рим. Рим. Рим — это город... А, в тот момент Рим, я тоже была еще директор, я не могла никак... Вот что-то я не могла, не понимала, ну, как дальше развиваться, что-то вроде делаю, делаю, делаю. А вот дальше, ну, никак, никак. И меня Ирина опять взяла спутником туда. В общем, вот так. Но когда в Риме я плясала, скакала на шпильках, я не знала, что в тот момент я была беременной. Помните, я вам говорила про то, что... А, вот да, я была в Китае. Опять же таки, верить, не верить. У нас была годовщина свадьбы, и мы попали в одно удивительно интересное место. Храм Семи Гармонии назывался. И я что-то такой, я же быстрее всех всегда бегу. Я подбежала к этому храму, там какие-то там стояли стенды, и что-то люди писали. Ну, я взяла маркер и подбежала к одному и пишу. Там ты-рын-тын-тын-тын. И помню, что гид-переводчик подбегает ко мне и говорит, Ирина, что вы-то творили, что вы делаете, что вы пишете? Я говорю, ну, все пишут, а я пишу. А что вы написали? А я написала, я в сердечке так вот написала и пишу, что поздравляю моего любимого с годовщиной свадьбы, и ровно через год у нас родится ребеночек. Ну, вы помните о том, что у нас вот уже тогда получается 10 лет не было детей, вот, к тому времени. Ну, как бы вот я написала в сердечке, и все. И что вы думаете? Ровно через год, у нас 25 апреля годовщина свадьбы, 23 апреля я родила Маришку, и причем мне Кесарева сделали на 2 дня раньше. Ну, в общем, я должна была родить 25 апреля, но Кесарева сделали, ну, там свое, в общем. Ой, 23-го у нас годовщина, все, запуталась, 25-го Маришка родилась, на 2 дня позже. Вот. Вот такие вот дела. А как оно повлияло, да? Тем, что... Тем, что, тем, что... В общем, в Арифлейм пошел wellness активно, да, я тогда, как бы, я не знала, конечно, да, вот, мы его где-то полгода с мужем начали принимать, а, как бы, ну, ну, да есть и есть, вроде как компания говорила, что классные, классные витаминки, классный коктейльчик, и я даже не понимала, что потом будет этот повальный бэби-бум на wellness, и у нас вот Грачева, Екатерина тоже, она пришла как раз на мою историю, потому что она также забеременела на wellness, и там порядка 50 историй на сайте, на сайте, это уже потом дальнейшая история. Вот. Именно тогда я помню вот эти вот мероприятия, когда мы проводили конкурс красоты, а я, а я так боялась, я никому вообще не говорила, даже Света, которая стала крестной, она об этом не знала, и я стою на сцене, а меня мучит, я думаю, боже мой, меня сейчас вырвет. А это я уже как раз, как раз мы только с конференции приехали. Я на конференции думала, что ж меня так тянет-то, меня тошнит, у меня вообще токсикоз был настолько полнейший, что там у меня от любого запаха сразу я бегала, и унитаз был моим любимым другом. Вот. И причем самое интересное, что когда я ехала с Рима, я везла, у меня 40 килограммов было перевеса, сумки были, вот я их просто вот так вот на себе тащила, и ничего не случилось. А мы делали две попытки, и ко, и к си, что мы только не делали, но никак не получалось. В общем, если это судьба, значит, это будет судьба. Ну вот так вот и произошло то, что мне говорили, что когда я говорила ребёночек-ребёночек, а у меня предназначена была жизнь совсем другой, и как мне говорила во сне монахиня, она говорила Арифлейм. Да, вот, скажем так, видно просто на тот момент было не время, и мне нужно было сделать что-то совсем другое, не для себя, а для людей. И тогда потом чудо, которое произошло, вот произошло. Второй мой лидер, который, когда я забеременела, я сразу же ушла в декретный отпуск. И Катя была тем самостоятельным лидером, которая всё разбиралась сама, как дальше рекрутировать через интернет, вот какие-то моменты с ней. Я её только, скажем, начала, вышла из декретного отпуска, когда она где-то была 9-12%, я помню, что мы на 12% её на 12% поздравляли где-то, ближе, наверное, к зима, зима, весна, что ли, была. Вот, и я как ненормальная, вот когда я узнала, что забеременела, я ушла в декретный отпуск. Но мне было настолько скучно, я перевязала все кофточки, перечитала, я лежала, вообще я боялась просто шелохнуться, потому что для меня беременность это было всё, это святое, это самый главный ребёнок. Но когда прошло 7 месяцев, я поняла, что я рожу, что всё нормально. И когда я вышла из декретного отпуска, и как сумасшедшая начала работать. Я ложилась в 3 часа ночи, просыпалась в 8-9 часов, создавала сайты, делала тогда, помню, группу ускоренного роста, вот именно тогда зарождалась. То есть я понимала, что если я сейчас уйду в декретный отпуск, как будут развиваться мои лидеры. То есть мне нужно было как-то передать свои знания. Вот тогда первые участники, ученики были Наталья Мастюгина, Ирина Бажина тогда. И всё потихоньку, потихоньку. Ну, естественно, потом лидер всё это подхватилось, команда начала всё это генерировать, потому что одна идея рождает другую идею, другая идея и третья. Вот так вот потихонечку зарождалась история нашего проекта онлайн-про, онлайн-профессионалов. Кто повлиял в моё развитие, это Кёрк Елена Ректор. Может быть, вы слышали о таких гуру-профессионалов, сетевого маркетинга, психологов, международных лидеров, которые тренируют таких людей, тренировали, проводили семинары, как Магнусу Брэнстерму, всё руководство компании, то есть других сетевых компаний, то есть лидеров, скажем, выращивали. Я пошла обучаться онлайн у Кёрка Елены, и каждую среду в течение года я обучалась. Так я проходила школу, это на базе Гарварда делалось образование, у меня есть дипломы, три диплома обучения, вот этого годового обучения. Это дало мне развитие лидерства, понимание лидерства, и понимание очень много, потому что было и предательство было в команде, у меня были любимчики, подруги, скажем, которые меня предали, вот, и как-то вот с психологической точки зрения общаться, потому что это нормально, что у вас будут уходить ваши любимчики, менеджеры, что-то происходить в команде, но если у вас есть мечта, вы просто дальше будете идти к ней. В одиннадцатом году у меня сразу в разнице, там, несколько дней, в два дня закрыла звание золотого и старшего золотого директора, и вы видите, это были мои Светлана Волкова, моя кума, да, с которой мы в Сибирском работали, Катя Ганюк и Сокур Еленой Алексеей. Сразу втроем они выстрелили, я поняла, что здесь нужно работать система, нужно работать командой, сопровождать вместе, но тогда на тот момент мы все работали с солнышком. А вот люди, которые мои любимые, скажем так, подруги, как бы, подруга моя якобы была, которая меня предала, это долго очень истории, я не буду о ней рассказывать, но, в общем, они сейчас и вот рядом, и Михеева Оля, вроде как со мной с основанием было, ну, как она только переехала, она сразу переподписалась, как была чуть небольшая сложность, я забеременела, Макеева Марина сразу, хотя она там менеджер была, переподписалась, ушла к Долженко, ну, в общем, вот такие люди будут такие, если вам станет тяжело, они будут пропадать, и это тоже, и это нормально. Португалия, одиннадцатый год. И на фотографии вы видите, с девушкой, которой я обнимаюсь, это Екатерина Акопян. Это лидер, который поменял мою судьбу, и очень, скажем так, он важен, она показала Арифлейм другими глазами. Они, если я не ошибаюсь, топ-13 мира Арифлейм вместе с мамой. И я помню, когда, наверное, в девятом году мне делали подсадку и коэкси, получилось так, что моя любимая подруга, вот Марина Макеева, меня наступила, ну, там, короче, как там, сечение обстоятельств, ну, в общем, когда мне делали подсадку и коэкси, беременность сорвалась. И на тот момент я даже писала, что в моей смерти никого не прошу не винить, потому что мне не разрешали делать подсадку, потому что у меня там в легкие жидкость пошла, и все, как бы я в реанимации лежала. Ну, я еле выжила, но потом беременность сорвалась. Для меня это было очень больно, я была в таком состоянии, что муж не знал, как меня из этого вытащить, потому что это, как бы, это была моя единственная попытка. Сейчас. Ну, в общем, мы созвонились с Катей, и Катя говорит, а у меня мама уехала куда-то, Карл, в Вагар, приезжай ко мне в Новосибирск. Мне муж отпустил с легкостью, потому что понимал, что мне нужно что-то, мне нужно, да, мне нужно что-то менять в жизни, мне что-то нужно просто развеяться, я у нее жила три или четыре дня, по-моему. Мы играли, ходили в боулинг. Мы там еще, ну, я помню, что мы с утра до вечера мы общались, 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 общались. Она меня вывела из этого состояния, и она рассказала, что такое Арифлэй на самом деле. Когда мне она рассказывала про путешествие, там, это, ой, говорит, в каком году, ой, какая страна, ой, да, вот, и все вот такое. Я думаю, как, как можно забыть вот это вот все радости жизни, это был 2009 год. Как? И, ну, когда она мне рассказала, кто такие основатели компании, как все это строится, на честности, на, не знаю, она мне рассказала перспективы будущего, что будет с компанией, да, и тогда я поняла, что просто-напросто не пришло мое время, и вот это мое, я тоже хочу стать топ-лидером. И когда я ходила по ее квартире, это четырехкомнатная квартира, у них была 200 квадратных метров, выставляете, вот этаж, полностью этаж, там, 11, по-моему, этаж, пентхаус, балконы, полностью этаж, это их квартира. И это было, знаете, так комфортно, это был такой мой размерчик, ну, в общем, я так поняла. Также на фотографии вы видите девочку, вот мы танцуем, это солистка группы СОВБС, мы с ней познакомились, потом в фейсбуке еще переписывались, и потом, ну, подружились. Рядом вы видите на фотографии сборную, когда мы летели в самолете, сборная английской по гребле, по гребле они как раз на чемпионат мира летели. То есть, вот, я такая думаю, ну, нифига себе, вот все так вот, все вот, я думаю, боже мой, это ж такие люди, и как это так судьба может сталкивать. Ну, вот, в общем, Арифлейм в этом помог. Меня пригласили выступать в другой стране спикером, и компания мне оплатила тогда проживание в пятизвездочном отеле. Каждый день выделялась на мою покушать только, помню, три тысячи рублей, мне подарили золотое кольцо. Компания показала, как это круто быть спикером, как круто быть вообще топ-лидером компании. Я такая, вау, ничего себе, мне это нравилось, мне это нравилось. В 2012 году мы на 45-летие компании поехали со Светланой Волковой в Стокгольм. Это было офигенное, крутое, незабываемое мероприятие. Так, это были у нас лидеры. Вот такое тоже, я еще жила в Сибирском, когда мы командой в мастерской мечты у нас была, вы видите, Ирину Исаеву. Самая крутая фотография Басюпа Волкова, да, именная, да, была. Вот, вот вы видите, Любочка, Владимир, кто у нас еще здесь все, ну, в общем, так, Париж. Париж, вау, ну, вот просто вау, надо побывать там в Париже, Диснейленд. Его частенько во сне вижу Диснейленд, хочу побывать там с моей дочкой. И вот настолько под впечатлением, и вот, ну, у меня единственная сейчас нереализованная мечта осталась в Париже. Я не побывала на Эфелевой башне. Мы с Леной Сокур стояли часа, наверное, три в очереди, чтобы туда пройти. Вот, уже вот-вот мы практически заходим в лифт, и тут звонок. Здравствуйте, Ирина, где вы находитесь? В общем, нужно приехать туда-то, туда-то, потому что будут съемки для MTV. Я тогда помню, говорит, какой нахрен MTV? Достали все, я на Эфелеву башню хочу, гребаный MTV канал. В общем, я говорю, что делать? Ирина говорит, ты, говорит, ты что, дура, что ли? Вот ты, говорит, потом приедешь домой и скажешь, вспомнишь, говорит, зажралась, зажралась. И компания говорит, MTV, съемки MTV, там еще, а ты, ну, в общем, было смешно. Вот к чему приходят, да, вот такие, скажем так, несбывшиеся мечты о том. Помните, я вам говорила, что, вот, скажем, наша троица, которая, да, мы работали вместе моделями, все как бы, да, там, как-то судьба, да, там, на канале, на телевидении, все равно, да. Ну, я немножко в другую сторону пошла. Вот. Так, сейчас вам другую часть включу. Ну, как вам мой сериал? Не скучаете? Нет? У меня история очень долгая. Вот. Дальше был Копенгаген. Копенгаген, я поехала специально, чтобы узнать на родину Велнос, посмотреть, как происходит, потому что у меня, меня интересовал вопрос, конечно же, да, как и многих, кто мне писал, а мог ли так Велнос повлиять на беременность мою? Конечно же, ответы я уже знала, и я задавала этот вопрос Тегустену, кто его изобрел, и он сказал, да. Я слышу очень много историй, когда у кого-то там псориаз проходит, у кого-то там еще что-то, у кого-то там женщина беременеет, просто понимаете, говорит, это не средство, это не средство, это не что-то, какие-то там таблетки, нет. Нет, просто вашему организму, в вашем организме 300 миллионов клеток ежедневно обновляются. Если вы будете принимать правильные продукты, правильные белки, правильные витамины, то у вас будут рождаться правильные клетки. Если вы будете принимать неправильные белки, у вас будут рождаться неправильные клетки, которые будут давать неправильные, плохие клетки, которые могут погубить. Ну, вы знаете, о каких клетках может речь, да, какие сейчас страшные клетки растут в организме, да. И вот это помогает, оздоровление организма, вот так вот и произошло, что у меня, у мужа, что там было, произошло, какая функция не работала, на каком уровне что не работало. Ну, в общем, вот как бы так и была у нас беременность. Дальше был Китай, Хайхэ, это с нашим филиалом мы летали, и с нашей Катюшкой Недорезовой мы были на лайнере мечты, мы побывали сразу во многих странах. Мы побывали в Барселоне, мы были на лайнере, это как-то, понимаете, это Титаник, это Титаник. Это самое крутое, это вот как раз мероприятие, которое победило все, вот последнего сейчас выиграл номинации, ну, короче, самое крутое мероприятие Европы. Быть в несколько раз больше, чем Титаника, 15-этажное здание, мы ходили по улице, гуляли туда-сюда каждый день, каждый день была какая-то новая страна. Это вот просто, понимаете, это не умещается просто в сознании, как такое может быть, это райско, это казино. Катюша, помнишь, как ты в казино поиграла, да? Я, а я пошла в другое место. Вот, вот такие вот мероприятия были. Так, это был Монако. Очень хотела попасть туда. Ой, подождите, сейчас у меня супруг пришел, минутку. Говорит, ну что ты не открываешься, ну зачем закрываешься, все. А, простите. Вот, это был, для меня это было очень значимое место, красиво, тем более столько фильмов было там снято. Ницца. Топ-20 самых быстрорастущих лидеров России. Я впервые попала в этот состав и в этом году подтвердила, выступала. Нам подарили книгу с нашими фотографиями, лидеры, которые изменят жизнь. Потом был ужин с руководством компании. Ну, как бы, вот это было очень-очень круто. Потом был ужин, потом на следующий день завтрак был с руководством компании. То есть, это совсем по-другому. Дальше была Флоренция, Пиза, Рим, еще раз Рим. Катюшкина мечта осуществилась побывать в Риме. Помпеи, вот тоже очень впечатлительно, что я запомнила на всю жизнь Помпеи. Неаполь, там смешная была история. Да, Катя? Ну, и так далее, и тому подобное. В общем, да, да уж, да уж. Вот так вот замечательно у нас проходило все время. Я просто пролистаю, потому что на самом деле уже много и так рассказала. Так, все, окей. И следующая, которая хотела показать презентацию. Дальше, дальше, дальше. Был еще один подарок. Мне компания подарила Вольво. И от нашей команды, благодаря нашей команде, я победила в конкурсе. Надо было сделать макияж, выслать в компанию, и чтобы за вас проголосовали. И спасибо вам, что вы голосовали очень много за меня. То есть, там был сумасшедший отрыв от всех лидеров. И мы победили вместе. Так я побывала, моя существовалась мечта, и я побывала на неделе высокой моды. Вы наверняка это уже видели. Я тоже просто быстренько перелистываю слайды. Это дом моды Валентины Юдашкина. Там мы выбирали платье. Снимался видеоролик, клип. Все это было очень шикарно. После этого я узнала, познакомилась поближе с официальным визажистом компании Арифлейм Йонасом в Рамеле. А также, так как это была вип-зона и компания Арифлейм официально представлена, скажем так, официальным спонсором недели высокой моды, мы были в вип-зоне. И там мы общались. То есть, тогда я поняла, что различные вот эти гламурные звезды, они очень простые. Как только вы заходите вместе в одно место вип-зону, это означает, что вы примерно на одном статусе. И с вами общаются, да, это Бугачева внизу была, и с вами общаются на равных, то есть, все нормально, обсуждали. Вот, здесь вы видите, внизу фотографии, это супруга Валентины Юдашкина. Как я потом узнала, эту фотографию я делала Филиппу Киркорову, и я бегала просто, я бегала как сумасшедшая с видеокамеры, и снимали каналы интервью со звездами, и одновременно я со своей позорной камерой бегала и также снимала рядышком. То есть, мы общались, ну вот на расстоянии, там полуметра, метра. То есть, это нормально считалось, здорово было. С Яной Чуриковой мы обсуждали там помады, какие оттенки помады, и что они все в естественных помадах, там оттенки помады, потому что там все целуются, ходят, это директор канала MTV Россия, да, и она говорит, ну она рассказывала, что они часто уже много проектов, еще будут проекты, ну там она, ну пообщались очень легко, очень просто, и я не думала, что насколько звезды простые в общении. С Орловой пополтали хорошо, и я тоже рассказала, что там была фанатка ее в детстве, когда-то там на концерты пыталась попасть, не попала, денег не было, да, и вот это вот, для меня это очень было значимо. Напомните, Наташа Королевой, да, она там вообще рассказывала, там проболтала, ну у нее температура была, но она не могла просто пропустить показ своего любимчика, да, пришла туда. У меня, кстати, есть все это интервью записано, надо как-то просто взять, смонтировать и все интервью выложить мне, которые я бы наснимала. Ну и, конечно же, самый главный подарок, это было общение с Валентином Юдашкиным, потому что для меня он значил все. Когда я работала моделью, это был кумир, и пройтись по подиуму в его платье, это считалось, наверное, самой большой роскошью. Да, я участвовала на неделе высокой моды в Москве, когда я работала моделью, и моя мечта была, конечно же, пообщаться с Валентином Юдашкиным или платье одеть, но я никогда не предполагала, что благодаря Арифлейм у меня будет платье от Валентина Юдашкина. И причем этот подарок именно непосредственно от самого него, да, и было интервью, вы видели, да, он нас поздравлял, и, конечно же, да, он сразу отметил мой рост, вы заметили, наверное, уже по росту, что и, в принципе, он говорит, вы работали моделью, я говорю, ну да, там, ну, говорит, вы бы хорошо представляете. Ну, там свое было, в общем, было очень приятно получить от него комплименты, потому что в модельном бизнесе ценятся не только красивые девушки, но еще и умные. Если я туда веб-зону попала, еще выиграла, и там что-то, это означает, что уже не просто так. Вот, здесь вот мы сидим с Йонасом Фраммелем, и как раз-таки я уже рассказывала, что весь показ, это были вид места, когда все модели шли на нас, это самые крутые места нам выделила компания Арифлейм. Вот, вот так вот проходило незабываемое мероприятие. И большое спасибо именно команде, потому что, если бы не вы, я бы туда, конечно же, не попала. Это были ваши голосования. И заключительная часть слайдов. Что было в этом году? Я просто полистаю. Сначала это был Сингапур, это первая бриллиантовая конференция была. Далее, тоже ровно 9 лет назад, 14 февраля, я открыла квалификацию директора. Прошло 9 лет, и сегодня я открыла 9-ю директорскую группу. Очень значимо. И я не знаю, как, я, конечно же, мечтаю, 14 февраля, а это будет как раз-таки закрытие второго каталога. У меня есть 11-22% групп, я хочу открыть звание исполнительного директора. Мне будет, как раз, будет 10 лет с открытия квалификации директора. Вот, не знаю, получится, нет, буду к этому стремиться. Дальше у нас был банкет директоров. Эта фотография я не могла не оставить, потому что мы встретились с нашей огромной большой командой. Мы катались на лимузине. Был офигенный, офигенный, просто офигенный банкет. Я познакомилась с Кирой Пластининой, больше пообщались, вероятно, лапочка. И для меня это блогер, блогер, забыла ее уже, ладно, плюс звезда MTV, ну, ведущий. И для меня было очень знаково. Видите, там первая фотография, у меня вытращены глаза с Димой. Причем я настолько боялась выступать, было порядка, там, пяти тысяч человек. Вот. И я выступала сразу после Димы. Дима мне передал микрофон, там, ну, танцевальная какая-то программа была, он передает, я трясусь вся. И вот он передает микрофон, говорит, да ладно, чего ты там, там рассказывать, нет, все нормально. И он мне тогда говорит, понимаешь, если ты идешь выступать на сцену, но ты не боишься, это значит, ты не отдаешь себя полностью, ты не тот человек, то есть всегда надо бояться, и это нормально. И он мне передает, на, иди, в общем, давай. И я помню, что это мое было, наверное, одно из лучших выступлений. Вот. И для меня это было очень, да, и это, опять это да. Ну, непременно так, да, и как бы я помню, что там сколько-то было лет, я там закручивала его песни. Это здорово. Ну, и, конечно же, да, команда, 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 это самое лучшее, самое крутое. И я очень хочу, чтобы в этом году у нас была еще больше команды. Я не знаю, как, мы сразу будем, уже, кстати, где-то в, наверное, в марте мы начнем бронировать отель, чтобы у нас также с 50% скидкой получился, и заехать сразу в отель, да, все вместе. Валенсия. Валенсия, да, вот, это было, шоу «Голос» сейчас проходит, вы знаете, вот тоже, ну, опять же-таки, победители вы видели, да. Так, что это? А, да, я впервые в Валенсию поехала с мамочкой, и именно мама уже смотрела моими глазами, что такое Арифлейм, она была в шоке. И было, конечно, очень классное мероприятие, видите, Катя Ганюк была тоже, Екатерина, она выкупила билет спутника, поехала. Шикарная, шикарная была конференция, она была другая, интересная. Так, все, просто перелистываю, просто перелистываю, потому что уже и так, уже больше часа проболтаться, говорю мою историю, ну, и дальше, ну, про Египет можно говорить много, правда же, вы, наверное, видели, вы видели. Отель бронировать мы в Москве, в Москве мы будем в, подскажите, где мы будем, девочки, в отеле нашем, да, он будет большой, потому что там много мест, Измайлова, в Измайлове, да, да, да. Итак, это была первая часть, истории еще пишется, как вы понимаете, буквально через несколько дней я полечу в Арабские Эмираты, это была моя мечта, но сейчас мы приступим ко второй части.